Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 148. Исследования Псалтири мы проводим в Московском Срединском монастыре, а записываются и размещаются они на портале экзегет.ру. Почему? Начиная со 148-го Псалма и до конца Псалтири, нумерация Псалмов по еврейской и греческой Библии одинаковая. 148-й Псалом, как и все Псалмы группы Аллилуйя, прославляет Господа. Однако теперь перед нами не хор храмовых певцов и музыкантов. Многоликий оркестр славящих Господа составляет здесь вся Вселенная. От ангелов до людей. От звезд до присмекающихся. Псалом 148 можно условно разделить на две части. Первая из которых начинается со слов «Хвалите Господа с небес», а вторая «Хвалите Господа от земли». Почти в конце каждой части повторяются одинаковые выражения. «Да хвалят имя Господа». И после союза «Ибо» указывается причина, побуждающая мир словословить Творца. Первые шесть стихов. Первое и последнее слово Псалма по еврейской версии – «Аллилуйя». Кроме того, десять раз мы слышим «Хвалите» в середине Псалма. В каждом из первых трех стихов обе половины начинаются с императива «Хвалите». Благодаря такому параллелизму в первых трех стихах мы понимаем, что небеса и высота являются синонимами. Тоже можно сказать и про ангелов, которые называются воинством Бога. Если представить себе, что к пению словословия в честь Господа постепенно присоединяются все новые создания, значит гимн хваления начинается с самой далекой от человека части Вселенной – с небес. Откуда-то с той стороны небесные тверди, что обозначается как небеса небес. Затем хвала звучит на устах всех ангелов его, всего его воинства. После присоединяются небесные светила, солнце и луна – сверкающие звезды, и вода, которая выше небес, то есть над небесным куполом. По современным представлениям небесные тела являются неудушевленными планетами, по верованиям древних людей звезды выполняли роль вестников, поэтому их нередко персонифицировали, ставив один ряд с ангельскими силами. В Вавилоне по звездам пытались определить траектории событий на Земле. В некоторых культах звездах поклонялись. Если учитывать специфику поэтического текста, выходит, что в первой части псалма славословить Господа приглашаются все невидимые силы, обитающие, так сказать, по ту сторону небес. Повторяя ключевые идеи из книги «Бытия», автор 148-го псалма ставит в центр внимания Господа. Мир видимый и мир невидимый, созданный Богом по одному его слову. Цель творения – прославить имя Творца. Небесные тела и ангелы прославляют Творца, поскольку они появились на свет благодаря его повелению. Он установил такие границы перемещения их в пространстве, которые они не могут переступить. Планеты-звезды словно заняли на небе свои места, прочно зафиксировались в нишах на небесклоне. Поэтому намеки Иисуса Христа на то, что наступит время, когда силы небесные поколеблются, звучали, как что-то из ряда вон выходящее, апокалиптическое и страшное. Подобно тому, как жизнь Израиля определялась законами и судами, данными им Господом, так и путь всего космоса направляется по орбите Божественного устава. Божий устав не предет, его никто не смеет нарушить. Стихи 7-12 представляют собой одно длинное предложение, поскольку в 9-12 стихах нет глаголов. После очередного приглашения хвалите вслед за небесным хором в пене вступает хор земных творений. В состав земного хора входят как птицы, так и обитатели морских глубин. Указывая на великих рыб, вряд ли автор псалма хотел заострить наше внимание на морских драконах. Скорее перед нами намек на бурную жизнь в морских глубинах, в которых водятся как маленькие рыбки, так и гигантские кашалоты. Вслед за безднами моря к пению хвалы присоединяются такие природные стихии, как огонь и град, снег и туман, бурный ветер. Слово «туман» несколько вводит в заблуждение русскоязычного читателя, поскольку еврейский термин «дым» скорее говорит о дыме из печи, который наблюдался при сожжении огнем с неба Содома и Гомора. Греческий эквивалент «кристалл» также не является туманом. Это скорее кристаллическая решетка твердого тела, льда или камня. Если перед нами параллелизм, выставленный в стиле хиазма, следовательно, граду надо искать параллель в слове «снег», а для огня параллелью будет дым. Дым из камней, напоминающий извержение вулкана. Таким образом, перед нами две диаметрально противоположных природных стихии. Огонь с дымом, как при извержении вулкана, и лед, образ которого представлен словами «снег и град». Подобно штурмовому ветру, эти стихии могут казаться необузданными, но по мысли псалма они действуют в соответствии с повелениями Господа. Затем в этой божественной Одиссеи к словословию Господа присоединяются горы и холмы, фруктовые деревья и величественные кедры, дикие животные и домашний скот – все ползающие по земле существа, включая рептилии, червей и насекомых, и летающие по небу птицы. Как видно в девятом-десятом стихах, дикая – горы, кедры, звери, ползающие. Ставится в параллель одомашненному или полезному. «Распаханные холмы, плодоносные деревья, домашний скот, птицы». Под конец присоединяется вне створения – человеческая раса. Все главы мировых держав и рядовые граждане, начальники и судьи, все, вне зависимости от пола или возраста, призваны хвалить имя Господня. Господь в данном псалме не сравнивается с иными богами. Имя Господа указывает на Него самого. Оно ни с чем не сравнимо, оно превознесенно. Его слава раздается на земле и на небе. Слава Его имени простирается превыше небес. Ибо Бог более могущественен, чем что-либо на земле или на небе. Он один способен творить чудеса. Последнюю партию в холле земных существ поют сыновья Израилева, названные здесь святыми божиями. Бог возвысил рог народа, то есть сделал его сильным. Он прославил свой народ среди всех царств земли. Осветил народ своим близким присутствием в Скинии и затем в храме. Святой народ близок к Богу, ибо является объектом его любви и отеческой заботы. Но это не означает, что своей избранностью народ должен хвалиться. Не себя, а Бога древние евреи были призваны прославлять. Резюме. Выражения из 148-го псалма стали основой для благодарственной песни трех отраков «Анании», «Азарии» и «Месаила», спасенных Богом от сожжения огнем в пищи Вавилонской. Песнь трех отраков продолжает и расширяет словословие Господу, кратко изложенное в 148-м псалме. Песнь трех отраков отсутствует в масорецком тексте. В современных изданиях иностранных она считается апокрифом и помещается между 23-м и 24-ми стихами 23-й главы книги Даниила. Впоследствии греческий текст «Песнь трех отраков» вошел в христианскую литургическую практику. И до сих пор, как и 148-й псалм, исполняется в православной церкви за утренним богослужением. Литургическое преемство гимнов говорит о том, что первоначальной основой для христианских богослужений были греческие тексты Ветхого Завета. А те, в свою очередь, являются свидетельством того, что фиксация откровения Божия не ограничивалась еврейской версией закона пророков и псалмов. Но после кодификации книг священникам Ездрой продолжила дополняться в виде второканонических книг, которые в греко-иудейской диаспоре считались такими же священными, как и сами писания Моисея. Дошедшие до нас древние греческие переводы Библии, а такие, как, например, Синайский кодекс, содержат в одном томе как канонические, так и неканонические для евреев Палестины книги. Это значит, что евреи диаспоры задолго до Христа не считали, что канон библейских книг закрыт и тем самым прокладывали путь к добавлению в состав сборника священных книг писаний писания Нового Завета. Благодарю за внимание. Продолжение следует...